Вроде бы такая неважная мелочь. Нижнее белье и пижама в зоне боевых действий. Но, как оказалось, в этих предметах личного гардероба остро нуждаются в госпиталях. При оказании первой помощи одежду с раненых бойцов снимают путем ее разрезания. Зачастую при транспортировке и даже дальнейшем похождении в госпитале на них просто нечего надеть. Об этом стало известно активистам фонда «За родину». Вскоре необходимые и даже веселые подарки были направлены раненым бойцам. О том, как вишенки и утята подняли настроение раненым защитникам Отечества и даже укрепили их боевой дух. В репортаже Мадины Каракетовой. Наблюдая за работой преподавателей и студентов отделения конструирования и моделирования швейных изделий Индустриально-технологического колледжа Черкеска, невольно вспоминается знаменитый лозунг «Времен Великой Отечественной войны. Все для фронта, все для победы». На просьбу преподавателей оставаться после занятий и шить нижнее белье и пижамы для госпиталей, студентка третьего курса Инна Дугужева, откликнулась без раздумий. «Помогаем им таким небольшим нашим трудом. Когда нас об этом попросили наши учителя, то мы были рады им помочь, потому что это наш такой небольшой вклад для этих людей. Очень хотим, чтобы они вернулись здоровыми, живыми». История пошива предметов нижнего белья и пижам для госпиталей сложилась удивительным образом, говорит директор колледжа. О такой необходимости здесь узнали от мамы своих выпускников. Бекбулата и Джамбулата Мамаевых, старший из которых в числе первых, принял участие в специальной военной операции на Украине. «Мы поддерживаем связь с родителями. И в разговоре с нашими работниками поднялась тема о том, что вот бы для госпиталей пошить нижнее белье. Почему это тело поднялось от Фатимы Харуновны Мамаевой? Потому что ее старший сын, а она мать пятерых детей, ее старший сын, находился в это время на СВО. И вот, получив ранение, лежал в госпитале. Завязался разговор, переписка. Наши работницы пригласили сюда, Фатиму Харуновну. И вот из этого родилось хорошее большое дело». На раненых бойцах при оказании первой медицинской помощи срезают всю одежду, а после заматывают в простынь. И порой в госпитале после медицинских манипуляций и операций бойцу бывает в первое время просто нечего надеть. И мужчины испытывают от этого определенную неловкость. Ткани попадаются с самым разнообразными принтами, поскольку в их основном предоставляют жители республики, рассказывает преподаватель спеццикла Индустриально-технологического колледжа Муратхан Курджева. И из тканей, на которых изображены вишенки, утята, котята и всякая другая милота, и было принято единогласное решение сшить веселое нижнее белье и пижамы, чтобы создать хоть временное, но уют и настроение для тех, кому сейчас тяжело и одиноко. Изделия мы упаковываем в коробочки. Волонтеры фонда «Зов Родины» вкладывают туда тапочки, потом смайлики. И мы стараемся, просим их, чтобы они вручили самым тяжелым, самым таким грустным бойцам. И в результате мы получили отзывы оттуда. Они были благодарны, наши изделия с таким рисунком веселеньким поднимали им настроение. И, конечно же, признаются, швеи очень приятно получать приветы от ветки. Из госпиталя им передают слова благодарности не только за такой необходимый подарок, но и за хорошее настроение. Значит, мастерицы швейного отдела смогли заставить лопнуться суровых бойцов. А это самое главное.